Российский корабль-шпион «Адмирал Владимирский» засветился в документальном сериале «Война теней», который сняла команда журналистов-расследователей из Финляндии, Дании, Швеции и Норвегии. РФ позиционирует этот корабль как научно-исследовательский, но на самом деле это корабль-шпион, который приписан к Северным водам, а его работой является ведение гибридной войны. Большую часть времени «Адмирал Владимирский» ходит с выключенными транспондерами, чтобы его невозможно было обнаружить, однако спутники его все равно видят, и установить его передвижение достаточно просто. Журналисты пытались приблизиться к Владимирскому на лодке и заснять, что происходит на борту. Как и следовало ожидать, они заметили людей в масках и с автоматами. Зачем же исследовательскому судну вооруженные до зубов люди сразу становится понятно. Корабль на самом деле военный и только замаскирован под гражданское судно. В первую очередь, он занимается картографированием морских кабелей и газовых трубопроводов. Российские шпионы явно не ожидали, что к ним приблизится лодка с журналистами и с включенными камерами. А что автоматчики на борту станут участниками документального сериала, в котором раскрывается вся правда про количество кораблей-шпионов, которые ходят в Балтийском море. Журналисты утверждают, что за 10 лет было обнаружено как минимум 50 шпионских российских кораблей, шпионская деятельность которых была подтверждена. Но на самом деле их может быть и больше ста. Несмотря на то, что россияне думают, что они невидимки, когда выключают транспондеры, это не так. За ними пристально следят, и на некоторые российские суда постоянно нацелены торпеды НАТО, как например на адмирала Владимирского. И в случае чего, топить их будут без раздумья. Если посмотреть на карту передвижения этого корабля, составленную породе перехватом, то особый интерес он проявляет к энергетическим объектам. К ним относятся ветряные электростанции, подводные интернет-кабели, кабели связи, газопроводы. Ясно одно, на адмирале Владимирском много шпионского оборудования, которое может собирать карту подводных кабелей вокруг Скандинавии. Также оно может заниматься слежкой за военными судами НАТО, за побережьями скандинавских стран и Великобритании. Напомню, что у нас на канале есть видео, как британский военный корабль перехватил Владимирского, который очень близко подошел к водам Шотландии и что-то вынюхивал. А вот один исследователь наметил местонахождение судна породе перехватом, и составил снимок его путешествия по Северной Европе, от выхода из Скагерака 7 ноября до выключения транспондера 5 декабря. А вот Владимирский около берегов Шотландии, где он провел 4 дня и возвращался сюда дважды. Адмирал Владимирский в течение месяца плавал по Балтийскому морю, Категату и Северному морю. Маршрут проходил как по нынешним, так и по будущим морским ветряным электростанциям, где он оставался в течение нескольких дней. Как по мне, пора топить этот корабль. Его место на морском дне вместе с Москвой. В крайнем случае можно сделать его работу невыносимой. Приставить к нему боевой корабль НАТО, который будет ходить по пятам и фиксировать все его действия. И в случае возникновения вопросов, отправлять его на дно к рыбам. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик. Обязательно оставляйте комментарии. Для помощи каналу ссылки в описании.